МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, так стало быть, про волшебство. Как это вообще произошло? Каким образом кто кого уговорил? Начнем с этого, что Сатя Спивакова оказалась на сцене. Потому что ни Сатя Спивакова, ни я, ни те люди, которые договариваются. А те люди, которые должны были встретиться давным-давно и начинать репетировать, ничего не спрашивать, ни о чем. Я был у нее в ее передачах не один раз и с большим удовольствием. И говорил о музыке, о балете. То есть все, что она меня спрашивала, я, оказывается, все это знала. И с юмором хорошо. И когда рядом знаменитые балерины, одна и вторая, юные, потрясающие. Я, Верди, и Адами с Камелиями, задаю им даже вопросы. Они не знают, что ответить. Я за них отвечаю. Сатиха хочет. Знаете, так все как будто по-домашнему. И она как родной человек, а не человек, который ждет, чтобы, как известная личность, чтобы ей сказать, а может быть, вы бы попробовали. Нет. Просто в один прекрасный день она назвала текст. Эту нежность, да? Барбюс. Я без паузы сказал «да», потому что я этот текст знал. Но она попала в точку в том смысле, что я начал восстанавливать Федру Цветаевой. Это тот же самый спектакль, который я делал на Таганке. И когда играла, уникально играла Алла Сергеевна Демидова. И до этого я снял фильм о том, как я ищу Федру. И пробовал я специально супербалерину Александрову из Большого театра. Она как бы чувственное тело Федры была, пробовала. А Елена Абрасова была голос Федры. И мне во сне великая Алиса Коонан, первая актриса камерного театра, во сне сказала, А она была председателем экзаменационной комиссии моей в ГИТИСе. И обо мне говорила фантастически. И она мне сказала, а почему не пробуете образцов? Я ей утром звоню и говорю, Лена, немедленно, знаешь, что надо спеть? Я сказал, Курт Вайл, это немец, потрясающая такая ария, не ария, монолог трагический. И она это все там в этом фильме делала. Так что меня вот взволновал этот период русской культуры, в котором был и декаданс, и символизм. Было все то, что так быстро ушло и кажется навсегда. Это была, конечно, и Цветаева, Ахматова, да. Это тот период, может, последний золотой период, который был в Петрограде, в культуре. И это до того, когда пришли все остальные великие, которые, когда к ним пришел Малевич, художник, а они писали стихи, они были тем направлением новым совершенно, они знали форму общения с властью. Они не трогали власть, а всякими другими путями. Они дружили с Маршаком, у них были дружеские, не только человеческие, но они печатались, детские произведения. Понимаешь, о ком я говорю? Нет, я не понимаю, вы меня запутали совсем с символизмом. У нас символизм, это только символ фейсбука. У нас коты есть в передаче. Я просто сейчас объясню появление животного. Мы пристраиваем бездомных котов зрителям. Это не имеет никакого отношения к моноспектаклю Сати Спиваковой. Это тоже самый, как будто Сати кот, который бездомный и пришел, и мяукал, и просился. Ну! Так. Кошка Пума. Пума? Пума, да. По характеру или по кличке? По кличке. Кличка Пума. Вот. Я знаю, что у вас с кошками складывается нормально. Котенька, это я, твой родственник. Привет. Это Пума, я думаю, она по мове-то не понимает. Она думает, что местная. Она все понимает. Она все понимает. А чего я не понимаю? Я не понимаю, как вот Владимир Спиваков. Да. Который, в общем-то, на самом деле великий, да? Естественно. Так же великий, как Виктюк. Говорите, говорите. В своем жаре. Слышишь, кошечка. Пумочка, ты слышала. У Сати, у нее ведь на самом деле какая миссия вот великой женщины, которая за плечом великого мужа, которая сделала фактически этот проект Виртуозов. Вот как он отнесся к тому, что вы даже и Виртуозов Москвы ведь задействовали в этом моноспектакле. Конечно, конечно. Как у него-то какая реакция была? И не только там замечательная Бася пианистка, потому что это все связано с музыкой. Потому что этот период в русской культуре был связан воедино. И у меня была тоска внутри. Я соединил Цветаеву и Сати с ее идеей о нежности. И это совпадало с тем периодом, который исчез и неизвестно, когда он возвратится. Поэтому нужно робко что-то пытаться напоминать о том, что было Ахматова, Гумилев и Цветаева. А в этот период там был он. И он приезжал в Россию, потом уезжал и написал эту нежность, где женщина... Вы про Барбюса говорите, да? Я про Барбюса. Так. Писала письма, попрощалась с любимым человеком и написала последнее письмо, что она уходит из жизни. Но он каждый раз будет получать через определенное количество лет письмо, 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 письмо. И так пройдет много лет. Ее уже нет, а последнее письмо приходит. Сюжет замечательный, потому что это может позволить себе только удивительно тонкая натура, которая жрица любви. Вот когда произнесешь мне сати, я тебе сразу прокричу – жрица любви. Ты говоришь за спиной. Нет. Она в душе Спивакова. Она обволакивает его душу и вместе с ним на всех концертах. Не то, что она сидит в зале, она – аура. Нет, это все слова мои глупые. Вот как у этой кошки есть какая-то фантастическая энергия вокруг нее, так у сати есть это сакральное что-то, а это редчайшее сейчас качество. Вот этим владеет Демидова, этим владеет Терехова. Есть артистки, которых я обожаю, которые к этому Алиса Брунона Фрейндли. Понимаешь, есть эти натуры, которые не похожи ни на кого. Вот они из того Серебряного века. Да, но с некоторыми из прекрасных, красивых женщин у сакрального режиссера Виктюка раз и что-то не складывается. Вы, вот я вспомню Апексимову, она возглавила ваш театр. Вроде бы любовь, дружба там в десны. Здесь перед передачей начал готовиться, отслушивать, отсматривать все ваши недавние беседы. И вы в беседе с Ксенией Лариной просто про Апексимову так прошлись. Что за кошка пробежала между вами, явно не пума? Там была черная кошка, и в роли этой кошки была Ирина Апексимова. Нет, она сама. Потому что быть директором и играть роль директора – это совершенно разные вещи. Потому что в театре быть директором – это любить прежде всего себя, любить артиста и быть вместе с ними. Они дети, они как вот такие котята, они требуют заботы. А она может спокойно заниматься только собой, разъезжать со своими спектаклями и не только. Ну, забота о себе – все. Этого не может быть. Тем более, что ремонт в это время, два года идет ремонт, сейчас он заканчивается. И в этом тоже надо быть. Потому что там своя идея зрительного зала, структуры. Да и гений Мельников, он святой человек. И это возврат его детища. Так, значит, получается, что на самом деле это ведь ошибка гения Виктюка кадровая, что он неправильно такого директора выбрал. Если он выбрал директора, который не справился. И ставил и Кармен, и не только Кармен, и пьесу Родзинского, и она замечательно играла. Но, опять повторяю, она играла то, что мы вместе со приносили в это дело. Это большая разница. А тут ты отдельно, и ты должна быть внутри этого процесса. Она за полгода не встречается, не ходит на спектакли. Вообще, вот спроси ее сегодня, чем мы будем открывать это здание. Она не знает. Это я утверждаю. Так что в театре Виктюка появится новый директор, надо так понимать в ближайшее время. Я думаю, что начальство об этом знает, поэтому и озаботился и канал, значит, тот, о котором ты сейчас говорил. Они очень встревожились. Но и все ребята этого хотят. Это не я только. Понимаешь? Это вот, ну, есть так. Я не виноват. Я ее предупреждал. Тем более, что я ее любил. Это не то, что я бы противился, я бы сказал, нет, не надо, бы кричал, нет. Два года. Ну вот, может быть, иногда лучше не затевать с красивыми женщинами в совместные проекты. Не получится так с Сатей Спиваковой, что вы любите друг друга. А мы уже выпустили спектакль. Шестого числа, премьера. Уже мы выпустили. Все. Да, все уже. Уже все известно. Уже была публика на прогоне и море цветов, и обожания. И то, что она возвратилась в эту профессию, как человек любящий. 27 лет спустя. 27 лет. 27 лет. Да. И за такое короткое время. Это было и время учебы, но без любви и без обожания ничего бы не было. А вот что интересно, мы, вот слово «театр» рифмуется с фамилией Виктюк. И, так сказать, вот просто вот это неразрывные понятия. А вдруг я узнаю, что есть такой у нас киноактер. Ой, да. 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 Вот что это такое? Понимаешь, я... Что это? Что это? Вдруг как это произошло? Поскольку я очень много же снимал и фильмы, и все. Да, 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 но все тем не менее. Нет, снимать это одно. Быть режиссером постановщиком. Играл Илья Зелёза Ольбенбургский. Замечателен, интеллигентнейший, потомственный аристократ. Ну, так со мной разговаривал, как вот сейчас ты общаешься с кошечкой. Понимаешь? Он ничего не говорил словами. Что за роль, понимаешь? А я не спрашивал ничего. Я просто слушал, а и такая доброта и свет. Я растворяюсь. Илья Зелёза, как называется? Называется, ты будешь сейчас пугаться, секс, кофе, сигареты. Да, все, что мы любим. Это все то, да. И, значит, вот та роль, которую я играю, это вроде я, как бы, такая тень или отзвук Зигмунда Фройда. Это одна из его сторон или один какой-то его опыт. Потому что он всегда мечтал о том, чтобы человек позволил взглянуть внутрь себя его глазами, глазами Фройда. И вот такая горгон, медуза горгона, мифическая, согласилась, что она впустит Фройда к себе вовнутрь. Так. И когда она увидела, какие тени, какие образы там, там и убийцы, и сексоманы, и наркоманы, и сластолюбцы. Так вот, тот, который в её душе поселился сластолюбц, значит, Фройд меня вытащил и сказал, пробуйте. Потому что для сластолюбца еда – это тоже секс. И мой сластолюбец выбирает молодую девушку, приводит в ресторан и заказывает ей меню самое калорийное, самое сладчайшее. Она кричит, нет-нет, я не могу, кошечка, не надо, а сейчас тебе дадут тоже сладкое. Пусть гуляет, кошка должна гулять сама по себе. Мяу-мяу. Упс. Браво. И вот и в ней, по мере того, как она поедает эти калории, в ней начинается такое сексуальное щекотание. То есть происходит такая вибрирующая энергия, что человек, то есть я сластолюбец, вхожу в этот же транс и себя так завожу, что я уже дальше понимаю, есть границы этого, какое количество калорий и какое количество вот этого щекотания можно допустить, потому что произойдет в какую-то секунду то, что нужно будет все прекращать. И оно так и происходит. Я не досчитал, не довысчитал, сколько в себе можно допустить этого щекотания, какой тот момент, когда фонтанчик уже готов, и фонтанчик должен брызнуть, и уже надо бежать, чтобы не опозориться. Ну, а вот как великий режиссер подчиняется воле другого режиссера? А ничего. Ну, как же, у вас же есть свое видение, как на самом деле надо... Он мне дал текст, все, мы с девочкой сели, я на нее как-то... А первый раз она не профессиональная артистка, я на нее какими-то дал такие, значит, нехорошие всякие пасы щекотящие. Она моментально принимала, защищалась, а когда уже пошла еда, и ей приносили, и я так говорил об этой еде, и говорил молчать, это не надо, не надо, это ешь, и все. И когда, о, и она видела это, о, и сама делала, о, и победил Зигмунд Фройт. Ну что, мы переходим к игре в правду, это мы заканчиваем, у нас традиции, помимо кошек, которых мы пристраиваем, появилась еще традиция играть в правду. Как это выглядит? Здесь фишки есть в этом мешочке четырех цветов и карточки четырех цветов. Медденно говорите. Карточки четырех цветов. Четырех цветов. На них вопросы разные. Так, вы вытягиваете фишку определенного цвета. Опс. Какую надо? Нет, вы не знаете, какую. А какую я хочу, я вытаскиваю? Наугад, нет, наугад. Никто не знает, какую. А как, с закрытыми глазами? Нет, можно с открытыми, потому что мешочечки все равно вы не видите. Любую, прямо вот отсюда. А, отсюда? Да, да, да. Я, это, я ж тупой. Так нет, это сложно понять с первого. Так, белое, это белое, это свободный вопрос. А свободный вопрос, это значит, я вам сам вытащу любую карточку. Ну, вот такую, допустим, красную. Красную. Да. Расскажите о своем худшем свидании. Ну, были же свидания, наверное, все-таки. Ну, мы сентября, как оно может и не быть. Так. Но самое худшее свидание, это то свидание, когда я должен был встретиться с человеком. Я ее не видел 38 лет. Так. В детстве мы встретились во Львове, она жила в моем доме выше, мы любили друг друга, сумасшедше обожали друг друга. И ее родители военные уезжали. И в один прекрасный день подъехала грузовая машина, грузят вещи. А она стоит около меня. И уже отец садится в машину, а она не ведет. Тогда он дает приказ, а он был полковником, дает приказ девочку забрать. И ее под руки тащат. Она кричит, нет, я его люблю. Нет, нет. Они ее скрутили в машину. Она вырывается, бежит, обнимает и говорит, держи меня, не отпускай. Ее, конечно, так же забрать. Нет, больше я ее не видел. И вот я репетирую в театре Моссовета. Приходит помощница. И говорит, Роман Героевич, там такой встревоженный голос. Вы должны подойти к телефону. Я говорю, я не могу, и не перебивайте никуда. Момент творчества. Она говорит, вы должны. Я иду. Вот можешь мне плюнуть, если я сейчас совру. Я беру трубку и только слышу дыхание. И в этом дыхании был тот абертон голоса, который был тогда, в детстве. И я говорю, это ты. Она говорит, да. И она успевает мне рассказать, где она теперь живет, как она всю жизнь только помнит и так далее, и так далее. И говорит, я не смею просить, а встречу. Я бываю на спектакле. Я реву, а не плачу. Пауза. И она говорит, но встречи не будет. Потому что то, что было, повториться не может. Это правда. Что дальше? Уже у меня. Нет, еще, еще. Еще одну пешечку. Какой ты вредный. Так, голубенькая. Любую, 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 любую. Вот эту. Вот эту, так. В детстве вы отказывались дружить с толстыми или некрасивыми детьми? Конечно. Да? Конечно. Они сами помнят. Там Рома-то был толстый. Да, боже упаси. Как вам не стыдно? У меня было такое обаяние, у меня были глазули, такие огненные. Главное, что я для себя понял, почему Вик-Тюк все время в темных очках. Потому что он мальчик с горящими глазами. Не все должны видеть это. Очень ты правильно говоришь. Это пламя, да. Ну, конечно, надо его как-то иногда... Об этом мы напишем в очередной книжке 24 кадра правды про эту я дарю вам. Ой, спасибо. Это про кино. А, ну что, Вик-Тюк нам подарил, кстати, Спивакову. Нежность он нам подарил. Человек с горящими глазами. Рома, с горящими глазами. Я открываю глаза, показываю. Сенсация. Наезжайте. Спасибо вам большое. Наезжайте, Емлей. Спасибо. Чудесно.